«Наука разрушает этический фундамент цивилизации», — говаривал Макс Борн, лауреат Нобелевской премии по физике. «Разрушает, но, к сожалению, недостаточно быстро», — утверждает публицист Александр Невзоров. В этом видео, на примере ужасного гибрида множества живых видов из жуткого фильма «Химера», вы узнаете, является ли тяга к познанию абсолютным мотиватором, позволяющим пренебречь любыми нормами морали, устоями общества и здравым смыслом? Или же эксперименты все же должны иметь определенные этические рамки? Я расскажу об истории создания особи, известной как H50 Dren, о внутреннем и внешнем строении этой твари, о всех известных стадиях развития, психологии существа, самых интересных свойствах этого организма и т.д. Но сначала… Я целыми днями сижу за компом, играю в игрухи, смотрю фильмы и делаю монтаж. А это вам не лес валить, тут и устать можно и перенервничать. А чтобы не поехать кукухой и всегда быть бодрячком, я пью Имбо Энерджи, энергетик для геймеров, который ускоряет реакцию и успокаивает нервишки. Засыпаете его в стакан или шейкер, заливаете водой и вы можете тащить как царь. У Имбы множество вкусов, но вкуснее всего его цена. Всего 47 рублей за порцию. По ссылочке в описании вас ждет огромный выбор на любой вкус и цвет. Например, 15 порций стоят всего 750 рублей, а 32 порции и шейкер – 1690. А если вы введете при покупке мой промокод ВАЛАЙ, то получите еще и здоровенную скидку. При заказе от 1000 рублей доставка бесплатна. Ссылка в описании. За три года до того, как появилась особь H50, фармацевтическая компания Newsted Pharmaceuticals занималась исследованиями процессов скрещивания цепочек дезоксирибонуклеиновой кислоты различных видов живых существ. Первичная цель компании – это создание существа, способного стать источником целебного белка, который можно было бы использовать в животноводстве. Результатом трехлетних исследований стало воведение двух экземпляров нового вида живых организмов, которых назвали Фред и Джинджер – самец и самка соответственно. Но на этом моменте цели компании и ученых, занимавшихся воведением видов, разошлись. Newsted Pharmaceuticals хотела как можно скорее внедрить полученные экспериментальные данные в производство препаратов для животных, а ученые продолжить исследования, так как видели в них перспективу излечения многих заболеваний. Болезни Паркинсона и Альцгеймера, диабета и даже некоторых видов рака. Для этого им требовался лишь один недостающий фрагмент – разрешение на использование человеческого материала – нашей ДНК. Но так как этика в данный момент все же является барьером на пути развития науки, им такого разрешения не дали, в результате чего начались подпольные исследования силами одних лишь ученых. Первые результаты комбинации генов животных и людей были плачевными. Человеческая ДНК отвергала все чужеродное. Спустя некоторое время все же удалось соединить данные гены. В яйцеклетку был введен полученный генетический материал, и в искусственном инкубаторе аналоги у тробы ученые начали растить экспериментальный объект, получивший кодовое обозначение H50. Эмбрион рос во много раз быстрее человеческого, и уже через несколько дней родилось нечто. Существо ничем не напоминало человеческого ребенка, оно больше было похоже на головастика. Уже на этой стадии развития гибрид был весьма опасен. Он имел острый шип, соединенный с ядовитой железой, которая выделяла зоотоксин, очень опасный для человека. Отравление вызывало припадок и паралич, и если вовремя не ввести антидот, то человек с большой вероятностью мог умереть. Как выяснилось очень скоро, существо развивалось не по человеческому пути, а скорее по пути бабочек или ксеноморфов. Сначала появился внутриутробный эмбрион, который развился в головастика. Он же, в свою очередь, служил лишь оболочкой для другого, нового существа, еще более уродливого. Оно содержало в себе черты членистоногого, человека и птицы. Передвигалась тварь, подобно птице, на двух длинных лапах, на каждой из которых было по четыре пальца. Передние конечности отсутствовали. Из сгорбившегося торса росла непропорционально большая голова, разделенная на две части черепным швом по всей длине. Черные глаза находились по бокам головы, что указывало на заимствование генов у нехищных животных. У хищников глаза обычно расположены на передней части головы, чтобы постоянно видеть добычу перед собой, тогда как травоядные чаще всего имеют более развитое периферическое зрение, позволяющее охватить как можно больший угол обзора и раньше увидеть хищников. И эту гипотезу подтверждают слова ученые, работавшие над проектом. На задней части головы располагались маленькие ушки, явно напоминающие человеческие. На месте, где, по идее, должен был быть нос, росли два отростка антенны, которые можно встретить у членистоногих. Они, по-видимому, служат для распознавания запахов. Под антеннами располагался рот, из которого торчал острый язычок. Из задней части туловища рос хвост, служивший для балансировки. Все тело было покрыто зеленоватой слизью неизвестного назначения. Существо для новорожденного было очень развито, могло быстро передвигаться, осознавать происходящее вокруг, чувствовать угрозу и защищаться. При приближении опасности, оно начинало издавать угрожающие шипящие звуки, готовиться к нападению или прятаться. Исследования монстра показали наличие как известных науке органов, так и тех, которые никогда не встречались ранее. Его клетки очень быстро делились, из-за чего оно стремительно росло и, соответственно, быстро старело чуть ли не на день в минуту. Такой ускоренный жизненный цикл давал ученым возможность за короткое время лицезреть все стадии развития этого существа. По мере роста у него начинали формироваться маленькие ручки. Изначально, H50 пытались кормить питательной смесью крахмала и хлорофила, что указывает на наличие генов не только животных и людей, но и растений. Однако, опытным путем выяснилось, что H50 предпочитает пищу, богатую сахарозой. Весь первый месяц H50, или как ее позже прозвали DREN, стремительно развивалась. Это была особь женского пола. Формирование передних конечностей и зарастание черепного шва напоминало стадии развития человеческого плода. Тесты на восприятие показали стремительный рост интеллектуального уровня, но ее сознание по-прежнему оставалось тайной. По мере развития H50 все больше приобретала человеческие черты. Руки и голова стали пропорциональны и внешне похожи на людские. Глаза начали смещаться на переднюю часть головы, исчезли антенны, а их место занял нос. Ноги все так же были подобны птичьим. Лапы были очень цепкими, что позволяло H50 хвататься за все, что напоминало ветки, и свисать вниз головой. Хвост помогал при балансировке. Рот и зубы также приобрели форму человеческих. Сильно развилась мимика лица, и существо стало выражать эмоции прямо как люди. На кончике хвоста, как и на стадии головастика, вырос острый шип, соединенный с ядовитой железой. Образование, которое изначально приняли за опухоль, оказалось легким, как у земноводных, то бишь амфибий. Эта особенность позволяла H50 отлично чувствовать себя как на суше, так и в воде. Хотя, как мы уже знаем, генов хищников в гибриде не было, H50 сразу же, как впервые вырвалась на волю на ферме, без труда поймала кролика и сожрала его сырым. То есть, она всеядна и отлично приспособлена для охоты в ночное время и холодную погоду. Она может довольно высоко прыгать и быстро перемещаться на четырех конечностях. H50 научилась понимать не только интонацию людей, но и их речь, а вскоре смогла осмысленно складывать слова из букв обучающей игры для детей. По ходу развития у нее проявлялось все больше генов различных существ. Когда она чуть не упала с крыши амбара, у Дрен прорезались крылья и спинной плавник. H50 может испытывать человеческие эмоции. Она скучает, веселится, грустит, злится и симпатизирует. Однако, эти эмоции сильно извращены, возможно из-за сбоя самоидентификации этой особи, вызванной наличием слишком большого разнообразия генов, а также человеческих атрибутов – одежды, косметики и украшений. Кроме того, H50 была способна сменить пол. После превращения в самца он стал намного сильнее, научился полноценно летать, став настоящим ночным хищником. Его рост также сильно увеличился, и он стал возвышаться над людьми. У него отрос ампутированный ранее шип на кончике хвоста из-за наличия генов саламандры. Пока H50 была женского пола, она не говорила, а лишь издавала неприятные пищащие, свистящие и щелкающие звуки. В мужском же обличии существо смогло говорить. Ему было нипочем сквозное ранение, пробитый насквозь бок причинял ему боль, но H50 просто вытащил толстенную ветку из своего тела и встал на ноги. Он может давать потомство, скрещиваясь с людьми. H50 был источником белка CD356, который так старались синтезировать в Newsted Pharmaceuticals, но в нем этого белка было в 10 раз больше, чем во Фредди или Джинджер. А как вы считаете, должна ли этика ограничивать науку или познание превыше всего и ему нужно дать карт-бланш? Голосуйте в правом верхнем углу экрана, делитесь мнением в комментах, ставьте лайки и смотрите видосы, предложенные вам на экране. И подписаться не забывайте. Отдельное спасибо Волчаришу за спонсирование канала.